лорама автор маг пресс точка ком или еще он себя называет как роны вы сейчас видите этот шаблон у меня на локалке здесь еще не все как бы создано ну как бы начать начато создание я использовал рыбный контент не обращайте внимание на эти тексты значит о чем конкретно пойдет разговор ну во первых давайте начнем с самого главного установка шаблона шаблон устанавливается стандартными способами через установить темы загрузить zip файл или закачать через ftp или через файловый менеджер на вашем хвостинге после того как вы загрузили шаблон вы его активируете и после активации у вас появится вот здесь его небольшой скамешок после активации шаблона в разделе внешний вид появится страница настроек темы переходите на нее здесь вы увидите приветствие короткая от автора facebook его лента но и я не стал переводить настройки они на английском языке но они достаточно понятны и я думаю моё видео вам поможет разобраться если вы скажем так не знаете английский сложно для вас все эти понятия которые здесь есть и так обратите внимание есть несколько разделов всего 7 каждый раздел заглавлен здесь у нас идет раздел заголовок то есть при нажатии на плюсик открывается раздел здесь соответственно идут настройки первый раздел заголовок второй раздел касается настроек рекламных баннеров в данном случае он назвал его как google adsense третий раздел касается настроек слайдера четвертый раздел касается настроек виджетов авторских я потом расскажу о них пятый раздел это настройки твиттера вашего если он есть шестой раздел настройка баннеров 125 на 125 размером и последние общие настройки или дополнительные настройки ну давайте пройдемся по каждым объем и так заголовок что здесь есть здесь вы видите что вы можете добавить на сайте свой логотип если по умолчанию будет стоять но соответственно здесь будет обычный текстовый заголовок если вы не хотите использовать свой логотип как картинку то вы можете использовать просто текстовый заголовок если хотите добавить изображение то соответственно здесь вы выбираете значение из далее сюда вам необходимо добавить ссылку на ваш логотип картинку как это сделать показываю открываете страницу медиафайлов библиотека добавить новый у вас должен быть уже приготовлен какой-то логотип картинка для вашего баннера я возьму первый попавшийся логотип но здесь у меня есть небольшого размера логотипа допустим вот этот добавляю его в библиотеку копирую ссылку сохраняю изменения перехожу обратно вставляю сюда курсор выбираю вставить нажимаем save change сохранить открываю сайт нажимаю обновить вот обратите внимание картинка добавить соответственно здесь можно баннеры больше разместить вот размером ну как вариант я вам сейчас скажу максимальные размеры для вашего возможного баннера точнее логотипа примерно это может быть 400 400 50 точек в ширину и примерно 200 точек высоту больше не стоит ну а там будете пробовать варианты удалить соответственно вы просто удаляете ссылку здесь ставите нового сохраняете обновляете у вас вернется текст так следующая настройка это так ссылкой понятно да это баннер рекламный баннер размером рекомендуемым он здесь пишет 460 и 8 на 60 баннер этот вы видите вот здесь справа в заголовке я взял код с гугл от сенсор вы можете использовать любой другой который вам нравится так по хидеру мы закончили переходим в гугл от сенс но здесь более-менее понятно то есть здесь есть три позиции где можно добавить баннер рекламы в данном случае здесь мы добавляем в цикл лук это цикл который работает файле индекс печки в данном случае на главной странице у нас видите здесь вверху рекламный баннер и внизу рекламный баннер вот цикле лук как раз это вот два баннера которые вы можете здесь добавить вставляете сюда код соответственно формат его 468 на 60 этого баннера следующий баннер это на странице просмотра одиночной записи рекомендуем размер такой же при переходе внутрь при просмотре одной записи вы видите здесь два баннера один вверху один внизу вот этот раз это два размер я сказал и третий баннер рекомендуемый размер 336 на 280 выводится он боковой колонке в данном случае вот он сайбаре и на главной странице здесь вверху это баннер по умолчанию который стоит латора если вы добавите свой соответственно будет добавляться ваш баннер автора отключится следующая секция настроек слайдер активировать слайдер вы можете выбрать да нет соответственно если нет его не будет на главной выводится он только на главной на других страницах не выводится далее если вы выбираете значение да вы должны выбрать одну из ваших рубрик из которых будут выводиться записи для этого слайдера здесь вы можете поставить количество записи для слайдера понятное дело что ограничения здесь нет вы можете поставить любое количество из-за перу быть каждый раз когда вы делаете какие-либо изменения нажимаете кнопку с речей сохранить настройки следующая секция настроек касается авторских виджетов выглядят они вот таким образом последние новости в рубрике выводятся миниатюра заголовок и короткий анонс записи вот вы можете вывести три таких вот виджета соответственно больше трех нет а меньше может для того чтобы активировать вы выбираете да затем выбираете первую категорию то есть первую рубрику для первого бюджета интернет далее выбираете количество записей в этом бюджете потом опять выбираете рубрику количество записей и опять рубрику количество записей делайте сообщение затем заходите в бюджет и чтобы их подключить вот здесь вот есть специальный динамичный виджет который называется фьючер категория он не настраиваемый то есть вы только что сделали все настройки добавили его сюда и после этого у вас появятся вот эти три виджета если вы добавите две рубрики соответственно их будет два если добавить один соответственно будет один так поехали дальше twitter ну здесь все просто вставляете свой уникальный айди вашего ну имя пользователя и ниже пишите количество твиттер которые вы хотите видеть на главной как их потом добавить вот здесь есть такой динамичный виджет twitter тоже не имеющий настроек все настройки вы делаете соответственно вот здесь добавляете его в сайт бар вы можете его добавить опять же и в подвале где вам больше нравится вот здесь перегружаем страницу смотрим вот у нас добавились 3 и 4 последних вы можете соответственно их выбрать здесь на 4 больше или меньше следующий блок настроек это реклама баннеры размером 125 на 125 точек если вы их включаете соответственно здесь нужно для каждого баннера добавить код код может быть как скриптом так и ссылкой на банах 5 и 6 вот всего 6 есть если сейчас я включил но не добавил вы увидите как появятся авторские должны были появиться но не появились сейчас проверим а скорее всего их надо добавить сейчас смотрим я не тут у него есть так а у него их не работа нашел вот нас баннер тоже не имеет настроек то есть все настройки мы сделали соответственно вот в этом месте после того как добавили виджет нажимаем обновить реклама но не хочет добавляться не знаю почему у него файл этот есть он рабочий сейчас фундамент может быть у меня на локалке они нет по умолчанию здесь нету то есть вы должны вставлять этот код ну давайте попробуем сейчас я не знаю будет ли он на локалке работать потому что не всегда это работает на локальном сервере так сто двадцать пять на сто двадцать пять вот у меня есть такой угла сенсорский код сейчас я его вставлю посмотрим что получится но я не буду шесть раз вставлять допустим я вставлю два раза перенажимаю сохранить захожу на главное должны были вывести не выводятся но должны работать это может быть из-за того что на локальном серии не хочет так и последние настройки секция дополнительные здесь я вам сейчас расскажу что здесь конкретно о чем идет разговор использовать тенту в этом шаблоне автор использует скрипт под названием тенту очень многие его боятся и если у вас стоит плагин безопасности который называется антивирус то наверняка после сканирования файлов этого шаблона он будет ругаться на закодированные закодированные функции в этом скрипте не бойтесь во первых автор использует в этом шаблоне безопасный безопасную версию номер 2.8 ранее этот скрипт был очень сильно дырявый через как и через этот скрипт на сайт и попадал вирус сейчас автор этого скрипта обезопасил его полностью и версия 2.8 абсолютно безопасно и поэтому ну видите есть люди которые боятся поэтому в данном случае рональд предложил вариант то есть если вы не доверяете этому скрипту вы можете его не использовать его принципе задача этого скрипта одна он кеширует файлы изображений хранит их специально созданных файлах папки кэш соответственно при загрузке той или иной странице на которой есть файлы изображений он берет их не из снес сервера не с базы данных то есть не строит не выполняет запросы а сразу испарились платки кэш вытаскивает эти файлы изображений что это дает это дает в первую очередь разгружает работу сервера вашего уменьшает количество запросов в базе данных полезно особенно тем сайтом у которых очень много посетителей много запросов в базе данных соответственно сайт работает немного быстрее если у вас посетителей немного вы можете не использовать этот скрипт картинки будут выдаваться с сервера через запросы ну скажем так немножко будет тормозить далее смотрим комментарии с аватарами и горячие новости что это такое сейчас давайте посмотрим сохраняем изменения заходим виджеты hot topics есть такой виджет здесь давайте мы посмотрим что он из себя представляет но это видимо выводятся записи на которые есть наибольшее количество комментариев вероятнее так дальше что здесь еще мы смотрели с тем ту понятно это не работает комментарии с аватарами данном случае давайте еще раз глянем здесь у него где-то есть последние комментарии с аватарами то же самое смотрим вот такие вот свежие комментарии с аватарами то есть гугл аналитик но это место где вы можете добавить счетчик с гугл аналитика из яндекс метрики или какой-либо другой который вы хотите использовать вот и все в принципе о настройках этого шаблона теперь пару слов о миниатюрах и слайдер сейчас я расскажу вам о слайдере и о миниатюрах значит обратите внимание ну понятно что для слайдера надо соответствующий размер миниатюры поставить здесь картинки добавить сейчас я вам скажу какой автор не написал свои короткая инструкция ну ширина должна быть где-то 620 не меньше и высота 310 620 на 310 ну давайте попробуем здесь у меня сейчас крутится картинка по умолчанию автора давайте посмотрим какую рубрику я подключил рубрика новости 5 записи открываем записи новости я везде подставил поэтому берем открываем миниатюры ищем изображение соответствующего размера не меньше 620 на 300 но допустим как вариант открываем и нажимаем использовать как миниатюру здесь она добавилась так секунду я проверю по моему я меньше размером поставил да так сейчас я и удаю по-новому сделаю так размер есть 635 357 использовать как миниатюр сохраняю проверяю не хочет для вывода миниатюр изображения в слайдере надо использовать произвольные поля если они у вас не включены выключаете здесь настройках экрана далее здесь у нас миниатюра выводится для показа вот здесь а для слайдера мы используем произвольное поле слайдер берем копируем ссылку на это изображение ссылка должна выглядеть вот таким вот образом пишем произвольное имя сейчас я проверю еще раз по моему так слайдер слайдер и сюда и сюда вставляем скопированную ссылку нажимаем кнопку добавить произвольное поле проверяем так это у нас для первой записи я пока не настраивал сейчас для второй должно быть именно это картинка да видите как она работает но сейчас для первой исправим то же самое для первых двух я подключаю произвольное поле слайдер здесь уже она есть а теперь выбираю соответствующую миниатюру для него ну к примеру вот это проверяю здесь что у меня размер соответствует и соответственно здесь я ее копирую здесь вставляю все нажимаем обновить ну вот как видите у нас слайдер первый такой второй будет час всего их там 5 по настройкам которые я сделал вот как видите ничего сложного миниатюра тоже понятно я думаю вам как добавляет есть у нас секция миниатюра записи вот когда ее нету здесь у вас есть ссылка задать миниатюру нажимаете выбираете на компьютере можно ли один и тот же файл использовать и для миниатюры для слайдера тоже как нравится вам обновляете страницу обновляете ванна как видите миниатюра здесь поменялась в одиночной записи миниатюра не выводится поэтому если вы хотите добавлять изображение то изображение добавляется у нас прямо в редакторе вот если мы используем одно и то же изображение по соответственно выбираем нужный размер и нажимаем кнопку вставить запись после этого нажимаем обновить перегружаем как видите изображение добавилось так теперь пару слов вот еще о чем я думаю вы видите здесь по умолчанию выводится кнопки facebook twitter google плюс кнопка добавить закладки все это уже плагины можно не использовать это все есть что касается вот этих кнопок которые вы видите здесь внизу значит возможно вам захочется удалить глициус удалить их удалить стандартам удалить ред вид как это сделать откройте папку шаблона желательно если вы его скачиваете и храните у себя на компьютере вам потом легче будет это исправлять вы можете исправить у себя на компьютере накройте папку шаблонного рама в этой папке есть папка includes открываем ее и вот здесь у нас есть два файла social 16 и social 32 это размер социальных кнопок то есть вот у нас вверху есть видите добавленные кнопки фейсбук лайк бутон твит бутон google плюс зон и азис каунтер азис пил стайл это вот эти ссылки верхние если вы хотите их удалить то соответственно открыл этот файл любую строку которую вы здесь удаляете просто удаляете строку соответственно у вас удалится кнопка и и не будет здесь видите да то есть я удалил кнопку твиттера и соответственно она у меня еще то же самое касается файла social 32 это кнопки которые внизу расположены фейсбук твиттер делиться с диггер и так далее если вы хотите удалить к примеру не популярные у нас вот эти социальные сети просто нажимаем сохраняем теперь f5 перегружаем увидим у нас остались четыре кнопки фейсбук twitter email то есть написать другу переслать другу эту новость и соответственно добавить вот эти социальные сети ну вот принципе все все что я хотел рассказать о этом шаблоне а еще он меню буквально пару слов в этом шаблоне автор предусмотрел меню в двух местах у него на под домене не знаю по какой причине он подключил только верхнее меню вот это кстати тоже видите тут он сам ошибку и допустил у него тут два раза и не исправил есть еще меню в подвале кстати обратите внимание и виджета тоже сейчас расскажу забыл забывание сказать как создается меню ну все именно я надеюсь вы это уже знаете но если не знаете коротко любое меню создается нажатием вот здесь на такой вкладке потом пишите название нажимаете кнопку сохранить потом здесь выбираете какие меню отображать в данном случае главное меню это меню которое здесь вверху находится и второе меню это меню которое находится в подвале вот ссылочки внизу вот так она может быть расположена то есть вы можете его создавать можете не создавать это как говорится ваше право в данном случае я сейчас его отключил и меню в подвале не вот когда создали главное меню открываете эту вкладку и соответственно если вы хотите добавить ссылку на главную вот и на нее создавать не надо она здесь по умолчанию стоит автор здесь делал так что она будет всегда стоит поэтому ее в меню добавлять не надо а вот сюда можете вывести страницы какие вы создали рубрики какие вы создали ну к примеру сейчас я вот добавлю соответственно здесь можно уровне для каждой рубрики создавать перетаскивание и так далее все изменения которые делаете нажимаете сохранить открываете меню смотрите вот у вас появляется здесь вот такое меню значит по меню понятно да теперь еще пару слов о страницах шаблонов здесь их три страниц от этих есть авторских одна страница архив другая называется без сайт баров и третья ссылка как ее создать создаете просто новую страницу и здесь потом шаблонах выбираете архив ссылки или одна колонка без сайт баров и соответственно потом нажимаете кнопку опубликовать и у вас появятся эти страницы страница архива выведет вам вот эти списки страница без сайт баров соответственно будет без сайт бары на всю ширину и страница ссылки выведет ссылку какие у вас есть в разделе ссылки в вашей консоли администратор так еще пару слов о виджетах которых я уже рассказывал здесь вы видите основной сайт бар боковую колонку здесь выводятся фьючер категории но они кстати выводятся только на главный обратите внимание что при переходе внутрь здесь на главное у нас последние новости видите из рубрик выводится здесь их нет вы должны это учитывать далее если у нас еще четыре секции для вывода в подвале вот таким же образом как здесь здесь вы можете подключить любые динамичный виджет и вывести здесь у вас будет тоже раздел где вы можете что-то подключить это вот создается вот здесь на тех секциях но я сейчас добавлять не буду я думаю вы поняли последние записи еще есть авторский тоже виджет тоже без настроек а вилайте пост вот это как раз у меня есть который я пытался него взял копейки его здесь не вижу а мы его кричили секунду сейчас разберемся я думал он в отдельной странице выводится он оказывается выводится в сайт бар ну ладно ну вот в общем то и все будут вопросы пишите в комментариях обзор это вашего надеюсь моя инструкция вам поможет разобраться ну как любой бесплатный что-то работает что-то нет это такое честно говоря ковыряться искать причину почему его это пост не работает я не хочу всем спасибо всем удачи